В прошлый раз, когда мы прилетели в Нячанг, во Вьетнаме, то мы остановились вот в этом отеле, Олимпик. Дело было в мае, погода стояла прекрасная, нас поселили на седьмом этаже. Там же находится и ресторан этого отеля, вдоль бассейна. Очень красивая терраса, вот я сейчас её показываю справа на самом верху. Там бассейн и ресторан. Питание было хорошее, завтрак нам очень понравился. На обед мы заходили вот справа, вот здесь парочку ресторанчиков недорогих. Ну, а можно пройтись и влево. Влево там находится рынок Чудам. Рынок Чудам нам очень понравился в прошлый раз, но в этом году всё-таки мы приехали в ноябре и решили разместиться в отеле Ваннам, недалеко от Лотоса и рядом с рынком Сом Мой. Рынок Сом Мой. Вот сюда мы прошли от нашего отеля до этого 20 минут, но 25 минут можно потратить, медленно идти. Это ромбутан, несколько видов манго, драконов фрукт Фитахая, нойна, яблоко Чумпо. Рядом со мной лонган на переднем плане. Вот этот фиолетовый фрукт я ещё ни разу не попробовала, а это нойна. Далее драконов фрукт, бананчики, курма и танжерины. Вот эти зелёненькие, они очень сладкие. Мы на рынке Чудам, здесь хорошие цены в этой палаточке. Продается разнообразное кофе, конфеты, лепёшки, манго. Также соусы, рыбный соус и вот там наверху, и остричный соус. За 80 можно купить килограмм имбиря, за 90 можно купить куркумы. Хорошо, хорошо. Я посмотрю. Специумная. Это верная рыба. Вот в этой палаточке продаётся агар-агар. Вот он висит. Сейчас подойду поближе, покажу. Вот агар в этом одном пакетике 30 грамм, а во всей пачке 10 пакетиков. Получается 300 грамм агара. Я бы купила. А здесь обычный ассортимент рынка Чудам. Сухофрукты сушёные, манго вяленые, бананы, бурян, джетфрут. Различные фрукты и конфетки. Также есть они и в пакетиках. Вот в пакетиках. Древиановые конфетки. Также из папайи, из манго. Также чипсы. И сукрукты, из фруктов вьетнамских. Всё очень вкусное. На рынке Чудам ассортимент кофе, а справа ассортимент чая. Даже с русскими надписями. Но с чаем нужно быть аккуратным. Здесь дело вкуса. Вьетнамские конфетки. Вот кокосовые мы уже пробовали. Вот эти зелёные и белые на голове. Они вкусные, но плохо жуются. Тянутся даже более неуютно их кушать, чем наши ириски. А это дуриан. Тоже конфетки из дуриана. Правее вяленые. Так, вяленые фрукты. Бананы. Вьетнам уже давно вышел на первое место в мире по производству кофе. И они производят различные виды кофе. Это на рынке Чудам. Мы, конечно, уже много накупили кофе. Но, может быть, что-то из этого рынка принесём. Позади пакетика имеется вот такой клапан. Стоит на него нажать, как распространяется аромат кофе. Делается это для того, чтобы кофе был свеже обжарен и сразу поместили в пакет. Чтобы он не отпотел там в пакетике. Поэтому делают такой вот клапан. Кофе кули вкусный. Мы уже пробовали. Это вообще привитый кофе. К арабике привили дерево кофейное. Это робосты. Получается кофе очень ароматный и очень крепкий. А также в нём достаточно кофелина. На рынке Чудам. Соусы. Ферментированные манго-лепёшки. Лепёшки с орешками. А также многообразие вьетнамской рыбы вяленой. Икры. А также сушёные креветочки. Креветочки и филе. Морепродуктов вяленых здесь очень много. Этот рынок предлагает отличный товар по хорошим ценам. На рынке Чудам вяленые креветки, вяленая рыбка, кальмары вяленые. А также есть морепродукты. Вот в таком каком-то сладком сиропчике. Они вкусные. На рынке Чудам различные конфетки. Кофе, какао. А также вяленые бананчики маленькие. Мини-бананы. Магазинчик с разнообразной фасолью и горохом. Но вьетнамским. Вот эти зелёненькие бобы мун. Их проращивают. Ростками употребляют. Но также и так делают разные блюда. Рынок Чудам. А здесь всего понемножку. Вьетнамские крупы. На рынке Чудам. На рынке Чудам. Вьетнамские напитки. Вино и вьетнамский ром. Вот это мыло. Душистое, ароматное. Различный форм, размеров и цвета. Раскраски разнообразные. Конфетки. Конфетки чудесные. Красивые. А вот это вот орех. Макадамия. Который привозят из Вьетнама. Он дорогой. Но очень вкусный и полезный. Красивое мыло. Это все вяленые морепродукты и рыбка. А вот там в уголочке вверх, слева, это водоросли. Они очень полезные. Богаты йодом, клетчаткой, микро- и макроэлементами. Это вяленая хурма. Потом вяленая шелковица. А вот эти орешки, это макадамия. Один из самых дорогих и полезных орехов. Разные вариации чая бесового. Вот чай лотос. Цветочек бросаешь в чайник. И он раскрывается. Берешь такой шарик, кипяток, и он становится цветком. Такой чай пить очень, очень экзотично. Кокосовое масло холодного отжима. 60 за 250 миллилитров. А за пол-литра нужно заплатить 120 тысяч вьетнамских бонгов. Это массажные масла. С косметическими целями также можно использовать. И для массажа. На рынке Чудам товар уложен очень красиво, привлекательно. Выглядит очень аппетитно. Дело уже к вечеру. Скоро рынок закроется. Сейчас здесь мало народа. Фруктовые миксы. Даже с морковочкой. Бананы и всякие фрукты. Рынок Чудам. Рынок Чудам. Нормальная. Вяленая манго. Это у входа на рынок Чудам. Сразу встречают вяленые морепродукты и рыба. А также икра. Вот так выглядит рынок Чудам с улицы. Рынок Чудам. Находится недалеко от отеля Олимпик. И вот еще один ориентир на пляже. А вот такая вышка. А от лотоса сюда идти примерно 20 минут. Это кобра пить? Водка. Водка с коброй. Камон. Здесь сувениры и посуда на рынке Чудам. Вот какие сувениры. Предлагается вяленый манго и вяленая рыбка. Камон. Спасибо. Камон. Похоже очень на летучую мышь. Но скорее всего это что-то из морепродуктов. Точности не знаю. Ага. Вот они же пишут, допустим, вот сейчас орехи спрашивали, да, какие-то 200. Это значит 200 тысяч. На рынке Чудам восхитительные морепродукты. Большие маленькие кальмарчики. Маленькие рыбки. Всякие различные креветки. Креветки стоит покупать во Вьетнаме. Это продукт очень хороший. Это стеллаж такой на рынке Чудам. Ром. Кофе. Кофе в разных ценах. Можно купить и за 65, можно купить и за 100 чем-нибудь. Все зависит от сорта кофе. Соотношение арабики и робуста. Арабика дороже. Робуста более горький сорт кофе. В нем больше кофеина. Это товары для здоровья. Мази. Витамины. Биодобавки. Сладкие конфетки. Сладкие конфетки. Спиртные напитки бывают с каким-нибудь перешком или вот как здесь. Здесь кобра. Вьетнамскими травами с кореньями для поддержания, улучшения здоровья. Вот это пальмовый сахар. Он очень вкусный и полезный. Но как только вскроешь пакетик, нужно кушать его, навигать всей семьей. А иначе он засохнет, и с него даже трудно ножом будет колось. Превращается в камень. Шиитаки, а также водоросли, обычно висят над головой. Ларис. На рынке Сом Мой. Предлагаемые товары, что на рынке Чодам, что на рынке Сом Мой, примерно одинаковы. Кофе, чай, сладкие конфетки, различные масла, тайские мази. Предлагаются спиртные напитки, вяленая рыба. Вьетнамские магнитики. Симпатичный наборчик. Такие девочки, красивые. Или виды Ничанга. Вот это лотос на берегу Южно-Китайского моря, недалеко от которого находится наш отель. Ваннам. Орешки и маленькие емкости со спиртным скобра. Есть большие емкости с скоброй. Напиток спиртным. А так в основном все ции. Чай у всех продается. Какао. Какао предлагается. Но вот эти марки мы не пробовали. Мы другой берем. Какао. Вообще какао можно, конечно, купить и в зернах. Лучше всего. Вот это орех Махадамия. Очень распространенный во Вьетнаме. И все туристы его покупают. Ну вот он, этот перекресток, где находится Олимпик отел. Вот он, Олимпик. Вот там наверху находится ресторан у бассейна. А это перекресток, загруженный макашницами. Здесь местные жители кушают. Мы тоже пробовали на макашницах еду. Но достаточно вкусная, приемлемая. А это вот проход, показываю, к отелю Лаки, который мы только что проходили. И там находится сразу же рынок Чодам. Декабрь месяц. Рынок Чодам. Находится он недалеко от моря. А от рынка Сом Мой примерно. Полчаса ходьбы. Или минут 25. Приблизительно. Я в прошлый раз была здесь. Тоже снимала. Как перерабатывают бамбук для кулинарных целей. Вот сейчас опять показываю. В тот раз, правда, люди отдыхали. Мы просто поздоровались. В Ньячанге во Вьетнаме можно встретить деревья вот с такими листьями. И вот такими удивительными колюченькими плодами. Поэтому мы уходим с рынка Чодам.